1301 год, Вацлав Чешский захватывает Венгрию, надо об этом лидере поговорить. Чехия кратковременно доминирует в Европе восточной и даже лезет в западную в это время. Но отец Вацлава Чешского был пшемысл Атакар. После поражений гибелинов, которых поддерживала Германия, изнурительных войн за Италию, как я уже рассказывал, Германия раскололась на отдельное государство, что поддерживал всячески Папа Римский и там постоянно рознь устроил между немцами. И вот в этот период там полной раздробленности и хаоса, когда постоянно менялись императоры, германские Чехия захватила значительные территории Германии, в том числе Австрию там и другие всякие пограничные и порядочно обогатилась. Потом Германия начала возрождаться в конце 13 века, Габсбург появился, Рудольф, в которых возглавил. И 1276 год Габсбург отбил Вену у чехов. И, собственно, вот с тех пор Астрия, она Габсбургам принадлежит и до сих пор вроде как. Ну, то есть до 18-го года, до 20-го века принадлежала. Чехи, тем не менее, были сильными, продолжали воевать. 1278 год Атакар, он погиб в битве у сухих крот и проиграл полностью немцам. Вацлаву в это время было 7 лет, то есть у него отец был крупным таким лидером Европы. Чехия практически стала такой сравнимой с Германией крупной страной. Но отец его умер в борьбе за Австрию с чехами. Однако Вацлава даже держали какое-то время немцы в заложниках, однако он освободился в 12 лет. Он придерживался союза с Габсбургами, потому что они продемонстрировали, что они довольно сильные. И у него жена, собственно, была дочь короля Рудольфа, который убил его отца. То есть жена Вацлава была дочь убийцы его отца, Рудольфа Габсбурга. Опираясь на то, что с немцами у него был какой-то определенный такой договор, он захватил в 1290-е годы Польшу. В Польше была тоже феодальная анархия, о чем я тоже ранее рассказывал. Пшемысл II контролировал Краков и вел борьбу с другими претендентами на лидерство в Польше. И вот в процессе этого, значит, Пшемысл передал краковское княжество Вацлаву. После чего чехи объявили, что Краков это столица Польши, значит, Польша тоже вся чешская. Пшемыслов убили при непонятных обстоятельствах, о чем я тоже рассказывал. И в результате чехи устроили туда интервенцию в Польшу и захватили ее. В 1300 году Вацлава Ческова также короновали королем Польши. То есть у него была огромная страна, которая объединяла Чехию, Польшу и значительные районы Германии были спорными все еще. В это время открыли серебро в Центральной Богемии, то есть еще тут ему повезло. Начали серебро чеканить, поскольку тогда все деньги, бумажных денег не было, деньги были именно монеты, то есть у него сразу получилось много денег. Пражский грош именно при Вацлаве начали чеканить. И Вацлав также запретил, чтобы серебро без монет, то есть без чеканки, серебро нельзя было использовать. Это Кутна гора, она стала крупнейшим и богатейшим месторождением серебра в Европе. По 20 тонн серебра добывалось в это время из шахты. Он также издал кодекс о шахтах, то есть вот горное право как раз при Вацлаве появилось. Там подробно были все технические условия, стандарты на добычу серебра расписаны, все административные правила и так далее. В принципе, вот он первые стандарты начал издавать в Европе, стандартизация пошла. И они относились именно к горному делу, к добыче серебра. Много денег это значит, что он армию нанял, потому что значительная часть рыцарей, у них слабые были всякие национальные пристрастия, они могли за кого угодно воевать. То есть за деньги он мог нанять хоть испанцев, хоть немцев, кого угодно. Опираясь на это, он приступил к захвату Венгрии. В Венгрии умер король Андраш. Вацлав подкупил, видимо, часть венгерского дворянства, ввел войска. И в 1301 году, как раз 27 августа, он своего сына короновал венгерским королем. Фактически это означало, что и Венгрия тоже принадлежит Чехии. То есть у него была огромная страна от Балтики, потому что Польша тогда еще контролировала Балтику частично. И вот где-то до Сербии Венгрия тоже была больше. Венгрия включала Тансильванию и так далее. Опираясь на все на это, он пытался организовать наступление теперь опять, чтобы отбить Австрию, потому что Австрию они тоже все считали своей. И Словению теперешнюю тоже, которая Коринтия. Ну и как раз в разгаре вот этих вот подготовлений к захвату Германии он умер. Вроде говорят от туберкулеза, непонятно от чего, но в возрасте 34 года он умер. Ну и Вацлав Чешский последний такой Чех, который огромное имел владение, потому что после него его сын, наследник Вацлав III, он не смог сохранить все это государство огромное, и оно начало уже распадаться, поэтому тоже есть вариант, что его убили, потому что объединив Венгрию, Чехию и Польшу, он вполне мог захватить еще Австрию и Германию. И как раз вот в разгар всех этих планов он умер.